Для начала, салям алейкум. Что касается игры, естественно, для меня это обидное поражение. Все-таки в первом тайме мы достойно выглядели против очень хорошей команды. Хочу сказать, что второй тайм у нас не получился совсем. Отсюда и проиграли. Много сделали ошибок индивидуальных, которые привели к голу с такой командой, как но в Бахор нельзя допускать такие ошибки в простых ситуациях, после которых нас наказали. Потом, конечно, по такой погоде было тяжело войти обратно в игру, хотя моменты, в принципе, у нас были. Я думаю, что это такая поучительная игра для нас. Мы сделаем ошибки и уже в следующем туре представим совсем другой командой. Спасибо вам. Ну, естественно, всю информацию, которая была мне нужна, я ее получил. Также много игр видел в Турции, когда мы находились с той командой, которую я тренировал. Поэтому вся информация о узбекском футболе у меня была, о команде индивидуально, что касается и футболистов. Поэтому любой тренер, приходя в новый клуб, должен иметь информацию и о чемпионате, и о культуре, и также о своей команде, которую он возглавляет. Ну, естественно, Касымов легенда, да? Не только узбекского футбола, но и российского СССР, поэтому бывший СССР. Поэтому все его знают. Я также наблюдал за ним по телевизору, когда они играли. Поэтому, можно сказать, много было сильных футболистов, да? Не хочу сейчас кого-то обидеть. Поэтому... В Аланье. Аланье. Аланье, да, в Аланье были футболисты. Когда они чемпионом, я в тот момент был как раз подкидывал мячи на бровки. Да, поэтому великолепная команда с великолепными футболистами. Спасибо вам, Манхамад. А почему первый раз без нападающих? Да, к сожалению, у нас перед началом игры травмировался на разминке, травмировался нападающий. Нам нужно было в течение 10 минут принять быстрое решение, да? Так как я увидел, что, можно сказать, сложной девяткой нам будет в первом тайме или во всей игре легче работать. Что касается и контроля мяча. Мы старались контролировать мяч, да, по такой погоде. Это, мне кажется, самое главное, да? В каких-то ситуациях у нас получалось это, да? В каких-то нет. Ну, еще ничего страшного, да? Это всего лишь одна игра. Жизнь продолжается дальше. Все мы продолжаем жить и будем готовиться к следующей игре. Вы доволен в состав и трансферную. Ну, вы знаете, естественно, сейчас говорить о трансферах прежневременно. Я пришел уже в тот момент, когда трансферное окно закрыто, поэтому у меня есть команда, которой я доверяю. Я уверен, что она может играть лучше, она может добиваться лучших результатов, чем на данный момент. Мы будем готовиться, и я уверен, что мы исправим ситуацию. Давайте сейчас не будем говорить о футболистах, которые не принимали участие на поле. У каждого есть свои сильные стороны, поэтому мы приняли решение сегодня сыграть тем составом, который выходил на поле. Я могу сказать не только уровень узбекского футбола, да? Также я посмотрел матчи юношеских команд и был очень сильно удивлен, да, что уровень очень высокий, да, по сравнению даже с другими странами, где мы побывалось быть. Очень техничные футболисты, да, где-то не хватает физических качеств, но что касается работы мяча, что касается игры в футбол, мне, можно сказать, очень сильно понравилось. Поэтому, что касается и узбекского футбола, великолепные поля, великолепные стадионы, народ приходит на игры. Я думаю, что каждый получает удовольствие и считаю, что многие в Европе и в мире недооценивают узбекские команды, так как, возможно, и не удается часто их видеть. Но я считаю, что уровень достаточно высокий, да, и он будет развиваться дальше. Я считаю, что уровень достаточно высокий, да, и он будет развиваться дальше. В первом тайме у нас много чего получалось, да, мы создавали моменты, которые, я считаю, могли бы сделать. Мы стали реализовать забитые мячи, да, во втором тайме, к сожалению, вот этот быстрый гол, да, то есть после такой детской ошибки, можно сказать, да, пропускаем. Тяжело потом, конечно, после гола, да, влиться опять в игру, чисто и психологическом плане, да, и в принципе мы постарались, да, но, к сожалению, второй гол был забит, можно сказать, не в то время, да, поэтому... Я считаю, что хочу сказать лестные слова в сторону соперника. Очень грамотная, обученная команда с хорошими исполнителями, да, сегодня, можно сказать, счастье было на стороне соперника.